Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики моего канала Сейчас середина марта и сегодня я вам покажу один очень простой и интересный способ посева семян томатов на рассаду Он имеет три преимущества по сравнению с другими способами Ну а другие способы это те способы при которых сначала семена мы сеем в лотки Потом пересаживаем, пикируем в отдельные емкости, либо сажаем в кассеты Ну а сегодня я вам расскажу такой способ посева семян, который исключает пикировку Она становится ненужной, не нужна пересадка, соответственно экономится время, меньше травмируются растения Второй плюс данного способа, что нам не потребуется лоток для того, чтобы ставить в него горшочки с рассадой Так как в данном способе мы не будем делать дренажные отверстия То есть вот такой стаканчик можно будет поставить прямо на подоконник Вода из него не протечет, так как в нем не будет дренажных отверстий Томаты такую посадку очень хорошо переносят Им не нужны дренажные отверстия для выращивания рассады томатов Вот за исключением, конечно, других растений Такие растения, как перцы, баклажаны, либо огурцы Я не советую таким способом выращивать рассаду этих культур А вот томаты очень хорошо растут при отсутствии дренажных отверстий в емкостях Поэтому вот эти самые стаканчики можно будет поставить в любое удобное светлое место Исключается лоток Это достаточно, на мой взгляд, очень сильное качество такого способа посадки И третий плюс посева таким способом Это то, что у нас экономится время на полив Полив при таком способе нужно будет проводить крайне редко В ограниченном количестве Соответственно, у вас будет экономиться удобрение И опять же, самое главное, ценное, это ваше время Будет гораздо проще выращивать вам рассаду Ну, давайте приступим непосредственно к посадке Сейчас я вам все подробно покажу и расскажу, как я пользуюсь таким способом Уже несколько лет Очень им доволен Ну, как вы понимаете, как вы и видите Что использую я для посадки обычные пластиковые одноразовые стаканчики Емкостью 500 грамм, либо 500 миллилитров Земля, грунт, это обычная покупная земля универсальная Но хорошего качества На грунте я не экономлю Насыпаю я вначале половину стакана Так как больший объем нам пока что не нужен Пока растения маленькие Нам нужно только половину стаканчика использовать Далее Очень важный такой момент Либо агроприем данного метода посадки Что вот землю, которую вы насыпали в стаканчик Она не должна быть вначале очень рыхлой Я ее уплотняю Ну, вот таким самым простым доступным способом С помощью стакана С подходящего размера Чтобы он хорошо входил В одноразовый стаканчик Я слегка утрамбовываю Без фанатизма, конечно Но чтобы не была почва Слишком рыхлой Чтобы она была ровной Слегка ее уплотняю Вот таким способом Далее, конечно же, нужно полить Полить землю Для полива я использую обычную воду Но, как вы видите, с добавлением Вот марганцовки Розовый раствор Для того, чтобы обеззаразить Возможное наличие Если в этом грунте есть какие-нибудь Близнетворные микроорганизмы Или те микроорганизмы, которые на семенах бывают Попадают Вот чтобы их сразу обезопасить Обеззаразить И продезинфицировать сразу И грунт, и семена Которые я сюда положу Посею И так поливаю Небольшое количество Вот буквально Примерно Около Пятидесяти, я думаю, миллилитров Воды я сюда наливаю И да Еще забыл сказать сразу Вот воду Можно использовать достаточно теплую Даже горячую 40-50 градусов Вот такой температуры Температуры можно использовать Воду при первоначальном поливе Емкости Грунта В емкостях Когда мы сейм рассаду Вот высокая температура Такой вот Прием также существует Она очень хорошо Для томатов влияет на схожесть То есть, конечно, не кипяток Не 100 градусов Не 90 А вот около 40-50 градусов Вот оптимально будет Полить такой водой Грунт В емкостях Вот сейчас Вода Немножко осядет Впитается В землю Дальше я тут Приготовил вот такой вот маркер Можно взять какую-то Ну, подходящую по толщине Даже палочку Диаметром Примерно около Одного сантиметра Сейчас покажу Как я ей пользуюсь Итак, вода Практически впиталась Грунт, как вы видите Абсолютно не залит Не надо делать болото Здесь не должна быть жиже Так как, помните Что у нас нет дренажных отверстий Поэтому полив При таком способе выращивания Очень ограниченный Беру маркер И в середине делаю Небольшое углубление Ну, примерно в глубину Около 5 мм Вот видите К пластмассовому маркеру Не прилипает земля Поэтому вот оптимально Его использовать Для этих целей Беру семена Семена у меня в данном случае Свои Как собрать свои семена С томатов Я рассказывал Показывал в своих видео Семена прошлогодние Очень хорошего качества Это индетерминатные томаты Розовые Столовые И очень вкусные Очень сладкие Теперь Можно использовать Конечно Обычные покупные семена Если у вас нет своих семян Но помните Всегда Что свои семена Обладают Гораздо лучшей Схожестью Поэтому я всегда Рекомендую Все-таки Собирать И заготавливать Свои семена Своих семян нет Покупайте Пакетик семян И по зернышку Я обычно Сею По 2 По 3 Зернышка Опускаю Их Вот в это Подготовленное Углубление Они Получаются Сразу По центру Попадают То есть Никуда-нибудь Там не скатываются Краям Горшочка А именно Они вот Ложатся По центру Так как у меня Семян много Я поэтому Ложу 2-3 Семечка Мне не жалко У них большое количество Если вы купили Какие-то дорогие Семена Экзотические За которые Заплатили Большие деньги То тогда Конечно По одному Семечку Это более Оптимальный Вариант Посадки Когда Если Точнее У меня Прорастет Ни одной Семечка А сразу Будет 2-3 Ростка Я просто Выберу Самый Сильный А остальные Прищепну И удалю Следующий Момент Конечно Нельзя Оставлять Семена Томатов Просто так Вот На поверхности Их надо Немножко Присыпать Так как Семена Томатов Достаточно Крупные Вы наверное Знаете Что Когда Семена Очень мелкие Там Питонию Мы обычно Сеем По поверхности Земли Либо Сельдерей То есть Там Семена Такие Мелкие Что Прикапывать Их Не Нужно Глубина Посадки Семян Томатов Обычно Составляет Около Одного Ну Может быть Полутора Сантиметра Всходят Они Хорошо Ростки Сильные И Хорошо Пробиваются Сквозь Рыхлую Землю Заглублять Сильно Не Нужно Вот Примерно На глубине Около Ну Максимум Может быть На глубину Два Сантиметра Это Предельная Глубина Глубже Не Надо И Сверху Я Присыпаю Уже Рыхлой Землей Вот Вот Таким Образом Сверху Просто Делаю Такое Небольшое Ну Даже С небольшой Горочкой Получается Над тем Местом Где У меня Посеянные Семена Вот Получается Где-то Около Полутора Сантиметров Грунта Важный Момент Здесь Мы Уже Не Используем Никакие Уплотнения Просто Вот Так Разравниваем Земля Должна Быть Сверху Абсолютно Рыхлой Чтобы Лучше Взошли Семена Быстрее Они Пробились Сквозь Рыхлый Грунт Если Он Будет Слишком Плотный Утрамбованный Естественно Семена Будут Сходить Гораздо Дольше Ну И Конечно Следующим Завершающим Я бы Сказал Этапом Хотя Не совсем Завершающим Еще Об одном Расскажу Беру Обычную Воду Воду Можно Добавить Какой-нибудь Стимулятор Роста Типа Эпиноциркона Либо HB101 И Вот Таким Образом Если Вообще Ничего Нет Можно Даже Добавить Немножко Перекиси Водорода Из Расчета Две Столовых Ложки На Литр Воды И Опрыскать Улажняю Поверхность И Вот Собственно И Вся Посадка Есть Еще Один Агроприем О Котором Я Все Таки Расскажу Хотя Показывать Я Здесь Все Просто Вот Поверхность Данных Стаканчиков Еще Бо Хорошо Укрыть Кусочком Целлофана Либо Обрезать Пакетик Паковочный Целлофан И Прозрачный Обязательно Чтобы Свет Проходил И Создаем Дополнительно С помощью Кусочка Целлофана Над Горшочками С Семенами Парниковый Эффект Влажность Сохраняется Дольше Этот Пакетик Мы Оставляем До Момента Пока Семена Проклюнутся Появятся Первые Росточки И Сразу Его Снимаем По температуре Тоже Сразу Пару слов Скажу Вот Вначале Чтобы Семена Быстрее Проросли Конечно Температура Нужна Достаточно Высокая Плюс 20-25 Градусов Будет Оптимально Потом Потом Будет Потом Можно Будет Температуру Выращивания Даже Хорошо Снизить До 18 Градусов Чтобы Рассада Была Крепкой Толстой Не Перерастала Это Одно Из Условий Ну И Конечно Сейчас Март Сейчас Недостаточно Света Который У нас Поступает От окна Даже Если Эти Горшочки Поставить Вплотную На Южное Окно Вплотную К стеклу Все равно Не Хватит Цвета Поэтому Обязательно Досвечивайте Вашу Рассаду Тогда Она Не Будет Тянуться Будет Крепкой Толстенькой Приземистой И Соответственно Даст Вам В дальнейшем Хорошие Урожаи Ну О Подкормках Я Уже Много Раз Говорил Своих Видео Можете Посмотреть На Моем Канале Найти Как Я Подкармливаю Рассаду Томатов Да И Не Только Томатов Но Канал Всем Большое Спасибо За Просмотр